АПЛОДИСМЕНТЫ Егоровна, слышишь, я говорю, если Мишка в лес без меня соберется, то ему тут сразу шлагбаум рисуй. Почему? Потому что сгинешь ты в этом лесе, как сопля в фартуке. Потому что лес другой сейчас, ты думаешь, уехал-приехал, а он тот же час, у него тоже жизнь своя есть. О, давай за тот, который был, выпьем за лето. О, тоже тема, смотри, какая хорошая тема-то. Ой, сколько там еще деревьев. О, о, сразу, видишь, и запах, что у тебя глаза-то надувные какие-то стали. Ты, если это, смотри, падать надумаешь, ты помедленнее падай, сынок. Тут ты здоровый же, лицом стол проломишь. Вот это, кстати, я... Мне понравилось. Ты на меня не равняйся, закусывай давай, молодой еще. Я в него для крепости, сынок, самосад кладу. От всего помогат. Даже от тараканов. Да, истин Бог. Вот бывает, знаешь, что... С тараканова приму, Миша, ни одного не видать. То ли они запах не выносят. То ли... А ты, это... Хотя, я тебе скажу, мой, по сравнению с отцом, компот. Отец покойничек для крепости его на старых портянках настаивал. Да ты чё, они, бывало, с приседателем у нас как по стакану шарахнут, как потом о чесноком закусят, в районе химическую трилогу гудят. Неделями на рост противогаза ходил. Лес-то густой был, воздух не двигался. О, мой-то чё, мой только отцов запивать. Вот 62 градуса, чё там ты. Вот, так я тебе почему рассказываю про лес-то. Вот, мы тогда с Егоровной пошли, за грибами там, ну, ягоды, конечно, кислицы там, понимаешь, там чё-то, шишек набить. А, в смысле, на орехи. Ну, и пошли с ней, старой дорогой-то боимся ходить. Там же эти, кто они, господи, на тарелках летают, кто они, сынок? Ну, планетяны, конечно, планетяны. И вот они тут, ты что-то, Миша, так ты и не знаешь, Егоровна, а я с ним как сровней разговариваю. Ну, ты чё, Миша, я боюсь, мы почему с тобой второй день чеснок-то один едим без хлеба? Я же в магазин боюсь сходить, они же через дорогу к планетяне, туда-сюда, туда-сюда. Я, правда, ни разу не видал. Не, мужики рассказывают часто, этот самый, о, Шайкин Лёшка, вот, мы же с ним учились, а, в детском саде, вот, он тебе расскажет. Вот спросил его, он, он с ума дрался. О-о-о, он же начитался про это всё, слышь, ага, и тут на свежую дурь пиво добавил. Выходит, слышь, руки в карманах, как всегда. Они навстречу с просеки прям летят, планетяны. Это сразу все десять сосисков свои достал. И давай имя руководить, слышал. Приземляйтесь, не бойтесь, ментов тут нету. Мы их дустом вывели. Дурак, дурак. Они сяли. Из тарелки вынесли. Мигалку вырубили. Фуражки сняли. Хандихох. Руки шире плеч, ноги на капот. И так его отходили своими шупальцами. Он домой спиной вперёд шал, чтоб не напужать ребятёшек. А ты мне говоришь, да ну, вот, а я тебе про что и... Как это дома сиди? Вот ты деловой пришёл, умник. Дома сиди. Говорит, да мы, ну чё, скажи, не рыбач не ходи. И всё, всю зимушку на твою фотокарточку будем глядеть, что ли. Чё мы зимой? Вот, ты пришёл в гости, например. Пришёл, а я тебя грибами не угостил. Всё! Дрянь ты, а не артист. Шучу я, чё ты сразу обижайся прям. Чё, мне не знаешь, что ли? Шучу, конечно. Я же любя. Ты давай это, наливай. За твою профессию и выпьем. О, придумал-то я чё. Приятно поди тебе. А ты аккуратней, то помрёшь, похоронить некому. Все на танцах. Шучу опять. Похороним, конечно, чё там. Не ты первый зашёл. Вот, давай, за твою профессию, сынок, выпью. Ну, ноль это с горкой, самодельной горкой. Кто не курит и не пьёт, того плитка током бьёт. О, чтоб буй стоял и лодки плыли. Ты, если не можешь, скажи, я не обижусь. Ну, сказать не можешь, кивни чем-нибудь. Пойму. Егор, ты нам этих, что ли, принеси? Рыжиков с пот. Ну, тоже мы один чеснок едим с ним. Уже в дом никто не заходит. Каких-каких? Рыжих, каких? Не белых же. Стоит ещё, рот разявил. Спрашивает ещё, какие ещё? Белые же, это, чё попало, с города возят в коробках. Ножок как-то они, жопиньон или кто-либо. Да ну, баловство какое-то. Вот я тебе почему рассказываю-то. Мы пошли с ей, со старушкой-то с моей. Идём, Миша, она так спереди, я тут сзади так иду. Ну, собираю, чё уронить-то. Идём, вот, не веришь, я в тот день даже не моргал ни разу. Как расшаперил глаза, так и не закрывал. И всё равно не углядел. Вот шла прям, гоп, и нету ни грамот, старушки моей. Вся прям целиком снизошла в эту, ну, в эту, господи, в берлогу. Ну, и тут же ор такой дикый, прям, о-о-о-о. Выстрелы, два подряд выстрела. Ба-бах, ба-бах. Я сначала думал, я. Потом думаю, ружья-то я же не брал с тобой. Не могу же я так громко, на два раза у меня не хватит. Неужели, думаю, медведя стали с ружьями в этой, в берлогах суть? Вот, смотрю, они выходят оттуда, моя лапками кверху, значит, сзади дурак один приехал с города тоже. Думал, медведи, значит, днём подрабатывают в зоопарках, а ночевать в берлогу ходят. Совсем охренел уже. Засаду устроил ему. И заснул там. А старушка моя прям на храпелку ему брякнулась. Ой, да хорошо не попал-то он в её, господи. Не убил-то ни разу. Сейчас как представлю, что не дай бог тебе. Э, Миша. Миш. Сынок. И хоровна. Запас. Я кому рассказываю? Ты, я, смотрю, ночевать у меня остаёшься. Егора, ну, постели ему у окошка на моей койке. Бери, ну, положи нормальную, пуховую. Подушку дай новую, как положено. Ну, человек вольным воздухом обдышался. Устал с дороги. Третий день пошёл. А ты спи, сынок. Спи, дедцы, два. Вон туда, сеньги, идти. Там и ложися. Завтра утром проснёшься на озеро с тобой. На рыбалку сходим. Если прям завтра проснёшься. Ну всё, Егоровна, туши свет. АПЛОДИСМЕНТЫ